Всем привет! У меня небольшое автоповое видео. Вы меня давным-давно спрашиваете уже, как сдавать сертификацию по Linux, где сдавать экзамены, сколько это стоит, как это проходит. И я вам давно уже отвечаю, что стоит это недешево и не факт, что у вас получится сдать в первый раз. Значит, я давным-давно пытался через свой институт начать вот эти все программы обучения по администрированию Linux, и они сейчас предложили три варианта, о которых я как раз хочу рассказать. Нужно сразу сказать, что речь идет не только о Linux, но и вообще обо всех программах, которые я буду выкладывать на YouTube. Мне от вас нужна обратная связь, значит, коротенькую презентацию я вам кидаю, о чем речь, после чего объясняю, что я от вас хочу. Изначально я на канале выкладываю видео по подготовке к официальному экзамену от LPI. Кроме того, по этой же программе мы можем спокойно сами по себе изучать Linux, без заморочек с какими-либо сертификациями. Это просто уже одобренный путь освоения Linux. Так вот, если вы вдруг решите сдать официальный экзамен от того же самого LPI, то сдача каждой ступени для вас будет стоить от 17500 рублей. То есть 17500 рублей, везде по-разному 600, 800, где-то 18000 рублей. Я вам ссылки дам на то, где вы можете сдать эту сертификацию и сколько она там будет стоить. Кроме того, помимо вот этой сдачи официальной сертификации LPI, есть еще несколько сертификаций Linux, там CompTI, еще кое-какая, которая, в принципе, закрывает все те же самые темы и стоит немножечко подороже. Такие сертификаты вам пригодятся, если вы можете раздумывать о поездке куда-нибудь за рубеж с целью поиска работы. Ну и у нас многие крупные компании, конечно, вам будет плюсом, если у вас есть такой сертификат. Но стоит, вы как видите, это очень дорого и не факт, что прям кому-то очень так нужен именно вот этот официальный сертификат LPI. Поэтому мы с МТИ подумали и решили то, что можем выдавать сертификаты от самого МТИ. Сам по себе сертификат, он просто удостоверяет то, что вы прошли обучение на таком-то курсе. Поэтому как бы особенного веса он не имеет. То есть он не подтверждает то, что вы действительно прям стали теперь крупным специалистом по Линенсу. Он говорит о том, что вы просто прослушали курс. То есть эта бумажка, она как бы не сильно официальная, но красивая, говорит о том, что вы потратили время и поэтому стоит она у МТИ 3000 рублей. Они предлагают нам как раз по первому экзамену и по второму сделать два таких сертификата. Далее, если вы хотите получить удостоверение официальное о повышении квалификации, то тут уже это посерьезнее бумажка. Она имеет вес, это бумажка государственного образца. И они предлагают две программы, которые у нас по 48 часов, по первому экзамену и по второму экзамену. Стоит это уже 9900 у них. И третий вариант, который мы смогли придумать с МТИ, это сразу администрирование серверов Linux сразу по двум программам. 72 или 96 часов сделать мы еще пока думаем, но это, грубо говоря, все то, что закрывает и экзамен первый, и экзамен 102. То есть это такой аналог сразу двух экзаменов от ЛПИ, который стоит официально у нас получается около 35 тысяч. МТИ готовы вдавать такие бумажки за 14 900. Для получения всех этих документов не требуется какого-то дополнительного обучения. Достаточно просматривать видео вот эти мои на Ютубе, читать конспекты и потом пройти небольшое тестирование. Для сертификатов, чтобы они имели хоть какой-то вес, я сделаю небольшие тесты, которые подтверждают то, что вы просто прослушали действительно курс и что-то себе знаете там о Linux. Для удостоверений, так это уже официальная бумажка, которая говорит о повышении вашей квалификации, будет серьезный тест на базе платформы МТИ. У них есть своя система дистанционного образования, нужно будет там пройти тест. Вопросы будут полностью аналогичны ЛПИшным вопросам при официальной сертификации. О порядке сдачи экзаменов, получении всех этих бумажек пока еще не могу сказать ничего конкретного, потому что МТИ будет запускать эти программы только в том случае, если наберется достаточное количество хотя бы тех, кто предполагает, что им это может быть интересно. Поэтому я вас попрошу в конце видео пройти опрос буквально из одного вопроса, чтобы вы сказали, нужно вам это или нет, или что вам нужно еще помимо предложенных вариантов. То есть в данном случае мы с вами имеем возможность вот эту вот нашу систему образования, когда я выкладываю нам бесплатные ролики в интернет со всеми конспектами, ссылками и так далее, превратить еще в возможность получения документов об официальном образовании без всех дополнительных заморочек. Кроме того, в разы дешевле, чем это предлагают у нас как официальная подготовка к сертификации, так и прочие образовательные учреждения. Так что заранее благодарю тех, кто потратит время, если вы в этом вопросе поучаствуете и скажете, что вам нужно, что не нужно. Любой такой документ о получении дополнительной квалификации образования это хороший повод для повышения зарплаты или, допустим, для смены места работы, если вы действительно переучиваетесь на админа с какой-то другой специальности.